Господа, правило номер один для того, чтобы выглядеть как мужчина, знаете, чего вы хотите. Как однажды сказал американский бейсболист Йоги Бэйра, если не знаешь, куда направляешься, следует быть осторожным, потому что можешь и не попасть туда. У вас должно быть представление о том, какой образ вы хотите. Возможно, вы хотите, чтобы ваш костюм показывал, что вы сильная личность. Тогда это костюм темного цвета со светлой рубашкой и красным галстуком. Если слиться с толпой, то однотонный образ, который будет вас подчеркивать. Или ваша идея – это более повседневный образ? Вы наденете водолазку темного цвета, темно-зеленый спортивный пиджак с белым платком паше. Что-то вроде того, что надето на мне. Будучи мужчиной, вы хотите выглядеть подобающим образом, будь то костюм, пиджак-блейзер или спортивный пиджак. Вы хотите выглядеть хорошо, когда надеваете пиджак. Сегодня я расскажу, как правильно подобрать образ с пиджаком. Мы разобрались с тем, чего мы хотим. Теперь перейдем к правилу номер два – добивайтесь того, чего вы хотите. Я знаю, что это звучит просто и очевидно, но многие мужчины этого не делают. У них есть идея, видение того, что они хотят, но из-за небольшого бюджета, из-за нехватки времени они этого не делают. Они довольствуются тем, что у них есть. Я прекрасно вас понимаю, особенно когда речь идет о времени и деньгах. Но я вам советую, старайтесь, уделяйте больше этому времени, особенно если ваш внешний вид будет влиять на вашу работу и карьеру. Возможно, вам придется копить несколько месяцев, возможно, вам придется потратить чуть больше времени. Но, господа, поймите, если вы приложите больше усилий, вы сможете этого добиться. Правило номер три – когда вы собрались на шопинг, помните про пирамиду стиля, посадка одежды, ее функции и материал. Когда вы выбираете вещь, если она не подходит под эти критерии, то не берите ее. Правило четыре – функции одежды приоритетнее моды. Вспомните закон взаимозаменяемости. Если у вас есть четыре пары обуви, четыре рубашки, четыре пары брюки, четыре пиджака, то у вас не будет четыре образа. Со стопроцентной взаимозаменяемостью – это 256 образов. Имейте небольшое количество качественной одежды, и тогда вы сможете сочетать ее со всем. Пятое правило – стиль – это своего рода лестница, как сказал бы мизинец из «Игры престолов». Но если серьезно, эта аналогия и имеет смысл, потому что, если лестница не закреплена, она упадет. Вы не сможете по ней подняться. Если вы все же захотите это сделать, а ступенек будет не хватать, то вы не подниметесь. Так и с вашим костюмом мелкие детали сильно влияют. Дело не только в костюме, но и в обуви, в рубашке, в том, как все сочетается. Это как в математике. При умножении, если в уравнении есть ноль, угадайте, что получится. Это ни к чему не приведет. Обращайте внимание на маленькие детали. И последнее, что немаловажно, нужно чаще носить костюм, чтобы привыкнуть к нему, потому что многие люди считают его не совсем удобным. Но я бы сказал, что это просто непривычно. Зачастую качественная одежда сделана из шерсти, хлопка, и она очень удобная. К костюмам же нужно привыкнуть, и затем вам будет легче их носить. Когда вы надеваете костюм, вы должны понимать, куда вы хотите в нем пойти, и что вы хотите сказать своим образом. Когда вы идете в магазин, чтобы купить костюм, вы должны быть уверены, что покупаете именно то, что хотите. Это будет ваш первый костюм, или это будет ваш десятый костюм. В моем случае это будет 52-й костюм, поэтому я решил немного поэкспериментировать. Я хочу выбрать что-то классическое, что-то обычное, что-то, что я буду носить долгое время, потому что я очень пережливый человек. Поэтому я выбрал костюм темного цвета с очень интересным темно-синим узором. Как вы видите, у него очень мелкий узор, но если посмотреть издалека, то он выглядит очень даже хорошо. По цвету как темно-синий, почти черный. Еще я приобрел жилетку, мне захотелось немного разнообразия. И дополняет образ белая рубашка с красивым галстуком. Этот костюм был почти идеален для меня, но ассистент Зои подогнал его под мой размер еще до того, как я пришел, потому что я уже снимал мерки в этом магазине. В целом этот костюм мне подошел. Я думаю, он идеально сел на меня. А как быть тем, кто не часто носит костюмы? Возможно, это ваш первый костюм, или вы впервые решились на костюм за 25 лет? В этом случае я советую вам темно-синий или темно-серый цвет. Будет хорошо, если вам подскажут, какой цвет вам больше подходит. Но общий совет, выбирайте костюм темного цвета. Можно выбрать костюм с узором «Елочка». Издалека он выглядит однотонным, но если подойти поближе, то можно разглядеть узор. Причина, по которой я рекомендую эти цвета, в том, что они легко взаимозаменяемы. Допустим, вы молодой специалист, консультант, собираетесь работать в юрфирме. Вы начинаете работать в финансовой сфере, и вам нужно несколько костюмов. Вы можете купить несколько костюмов в разных оттенках серого. Вы носите серый костюм, у вас их несколько, и никто ничего не скажет, если вы будете носить один и тот же костюм два дня подряд, потому что, допустим, что ваш второй костюм находится в химчистке, но не забудьте поменять рубашку и галстук. Никто не заметит, они подумают, что у вас есть несколько серых костюмов. Давайте поговорим о размерах, о посадке. Когда вы идете в магазин мужской одежды, класса люкс, и если вы не знаете свой размер, они снимут с вас мерки и сошьют вам костюм на заказ. Они измерят ширину плеч, длину рукава, обхват груди, талии. Это делается, чтобы получить точные размеры для костюма. В конечном итоге эти данные потребуются либо для создания нового костюма, либо вам подберут уже готовый вариант. Это то, что касается мерок. Некоторые любят носить одежду, которая им больше всего подходит, которая хорошо сидит, и я рекомендую вам это сделать. Таким образом можно зайти в любой магазин одежды, снять мерки с вашей одежды, а затем пойти, смотреть и выбирать другую одежду, но при этом вы уже знаете длину вашего плеча и длину рукава. Но как только вы сняли свои мерки, вам нужно обязательно примерить одежду, потому что вещь может выглядеть не так, как вы думали, даже несмотря на мерки. Посадка – это то, как одежда сидит на вас. Простой пример. Близнецы носят одежду одинакового размера, и у них одинаковые мерки, но один из них может надеть рубашку, и она ему будет мала, а другому она идеально сядет. Это все сводится к тому, кто как любит носить одежду, кому как нравится. Кому-то нравится, чтобы одежда сидела свободно, кому-то, наоборот, немного теснее. Сейчас в моде одежда, которая сидит свободно, и для меня это плюс, потому что в десятом году в моде была тесная одежда, все было в обтяжку. И для вас должно быть важно всегда примерять одежду, смотреть, как она на вас сидит. Перейдем к посадке, и я хочу обсудить момент, который ранее упоминал, это неудобно или непривычно. Видите ли, многие мужчины привыкли носить свободную одежду или одежду не своего размера, они привыкли к этому. И когда они примеряют вещь, которая сидит на них отлично, но при этом немного теснее, то для них эта одежда неудобная. Потому что они не привыкли, что одежда может немного теснить, они привыкли, что их тело чувствует себя свободно. Они просто не привыкли, что одежда касается тела. Для этого потребуется немного времени, чтобы привыкнуть. Посмотрите на себя в зеркало и скажите, «Мне в ней не тесно, я спокойно могу двигаться, но просто я не привык». Нужно немного времени, чтобы привыкнуть, потому что в дальнейшем может оказаться, что вам действительно нравится такая посадка. Возможно, вам понравится, что одежда немного подчеркивает вас и ваше тело, что раньше не было заметно, когда вы носили слишком свободную одежду. Теперь вы знаете, чего вы хотите, знаете мерки своего тела и примеряете вещи разной посадки. Большинство из них сидят на вас довольно хорошо, но как определить правильную посадку пиджака? Прежде всего, смотрите на плечи. Если пиджак не подходит вам в плечах, не покупайте его. Никогда не стоит ушивать пиджак в плечах, если только это не какой-то особенный пиджак. Самая большая ошибка заключается в том, что некоторые мужчины покупают пиджак слишком большого размера. Плечевые точки идут дальше, вниз по руке. Я могу понять мужчин, у которых большое телосложение, а они пытаются укоротить пиджак в других местах. Но если он велик в плечах, он никогда не будет сидеть и выглядеть хорошо. Если пиджак тесный, а вы высокий, ваши руки будут торчать из него, что выглядит не совсем красиво. Теперь рассмотрим длину пиджака. Тут тоже есть свои нюансы. Опустите руки вниз. Пиджак должен быть на уровне середины ладони свисающей руки. Сейчас можно заметить, что в моде укороченные модели пиджаков. Они не так уж и плохи, но при условии, что пиджак закрывает область ниже спины. Если же пиджак длинный настолько, что находится ниже уровня ладони, то это чересчур. Вам придется потратить неплохую сумму денег, чтобы ушить его, поэтому лучше не берите такой пиджак. Теперь давайте поговорим о мерках тела. Я имею в виду обхват груди и талии. Тут у нас больше возможностей. Если пиджак не подходит вам в талии или груди, то его можно будет ушить или расшить на 3-4 сантиметра. Но чтобы сразу выбрать подходящий пиджак, нужно обратить внимание на разные модели и типы кроя. По моему опыту, гораздо проще сделать из большого пиджака маленький, чем пытаться сделать наоборот. Потому что его нужно будет распарывать. Обычно, если у вас есть дополнительная ткань, то тогда размер пиджака можно увеличить всего лишь на несколько сантиметров. В чем же минус укорачивания или наоборот расширения пиджака? Речь идет о карманах. Если слишком сильно сместить карманы, будет выглядеть так, что они сдвинулись от центра, и весь пиджак будет выглядеть нелепо. Касаемо длины рукавов, по моему мнению, большинство новых пиджаков нужно немного укоротить. Поэтому вы наденете классическую рубашку, которая будет сочетаться с вашим пиджаком. И тут возникает вопрос, насколько рукав рубашки должен показываться из-под пиджака. Я предпочитаю, чтобы было где-то от 1 до 2 сантиметров. Но есть такие пиджаки, у которых рабочие рукава, которые раньше назывались хирургическими. Они очень модные и очень красивые. Но если у вас такие рукава, то будьте аккуратны, если решите укоротить их. Итак, с посадкой пиджака мы разобрались, теперь давайте переходить к брюкам. Многие мужчины не обращают на это внимания, хотя брюки гораздо легче подогнать под себя. На самом деле есть пара вещей, на которые вам нужно обратить внимание. Во-первых, это низ брюк. Речь пойдет про длину. Многие мужчины думают, ничего страшного, что штаны на полсантиметра или на сантиметр длиннее, я просто подтяну их. Не делайте этого. Это выглядит некрасиво. Вспомните, о чем я говорил вначале, что стиль – это лестница. Он зависит от каждой ступеньки, чтобы ничего не разрушилось. Теперь рассмотрим, как можно ушить брюки. Перед вами четыре варианта. Без складки, четверть складки, половина складки и полная складка. Мой вам совет, если вы высокого роста, то вам подойдет либо полная складка, либо половина складки. Если вы низкого роста, то вам подойдет либо четверть складки, либо без складки. Другая часть брюк, которая не всегда сидит так, как хочется – в области талии и чуть ниже. Когда эта часть сильно прилегает к телу, то тогда топыриваются карманы, и это выглядит некрасиво. И если они будут сильно прилегать, когда вы присядете, они могут порваться. На данный момент мы разобрали, как все должно сидеть на вас. Нужно еще выбрать материал и фасон. Итак, сначала поговорим о материале. Как я уже говорил, если это будет один из первых ваших костюмов, выбирайте однотонный костюм. Может быть, с небольшим узором, который издалека кажется однотонным. Я советую вам костюм в темном цвете. Светлые костюмы, как правило, выглядят повседневными. Если это, например, ваш пятый костюм, тогда можете оставить свой выбор на светлом варианте. Проблема светлых костюмов в том, что они не выглядят универсальными, они более повседневные. Такой костюм не наденешь на деловую встречу или официальное мероприятие. То же самое с костюмами с различными узорами. Но если у вас уже есть коллекция костюмов, в которой есть базовые варианты, то костюмы с узорами отлично подойдут для разнообразия. Костюмы в полоску очень хороши, они выглядят стильно, но они не входят в первую тройку костюмов, которые я бы рекомендовал приобрести. Все, что имеет ярко выраженный контраст, или, например, орнамент, ломаная клетка, или что-то похожее. Такие костюмы действительно красиво выглядят, но это не то, с чего нужно начинать. Это для профессионалов, для тех, кто носит костюмы каждый день. Также, когда я упоминал костюм с небольшим узором, издалека они выглядят однотонными, но когда вы подойдете поближе, вы заметите узор. Например, такое можно заметить на пиджаке с узором «Елочка». Издалека такой костюм выглядит классическим, но когда вы приближаетесь, то можно заметить, что это не так. Если вы уверены в себе и носите одежду, которая выглядит стильно, которая будет выделять вас из толпы, но при этом не будет такой универсальной, но при этом выглядит хорошо, тогда эти узоры и различные цвета подойдут вам. Можно даже подобрать себе пиджак бордового или темно-зеленого цвета. Мне нравится зеленый цвет, это один из моих любимых цветов. Но когда я надеваю свой зеленый пиджак, я знаю, что я буду единственным человеком, кто надел пиджак такого цвета. Теперь перейдем к спортивным пиджакам. Если вам не нравятся костюмы, но при этом вам хочется носить пиджак, тогда спортивный пиджак – это ваш выбор. Его можно сочетать с брюками другого цвета и другого материала, но для меня это больше, чем спортивный пиджак. Есть ли среди вас те, кому тоже нравятся спортивные пиджаки? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте разберем, какие бывают модели пиджаков. Самые часто встречаемые – это пиджаки с двумя пуговицами. Иногда можно встретить пиджак с тремя пуговицами. Возможные варианты с одной пуговицей, в основном для мужчин низкого роста. Иногда встречаются варианты пиджака с четырьмя или даже пятью пуговицами. Для начала присматривайтесь к пиджакам с двумя пуговицами, особенно если вы только начинаете носить костюмы. Если вам все же пригляделся костюм с тремя пуговицами, и он вам очень понравился, тогда берите его. Модель с тремя пуговицами придумана для того, чтобы застегивать центральную пуговицу. Так что, по сути, это тот же самый пиджак с двумя пуговицами, в который добавили еще одну. У меня в коллекции есть и пиджаки с одной пуговицей. В целом, подавляющее большинство мужчин предпочитают костюмы с двумя пуговицами. Далее поговорим о лацканах. Первый – это классический прямой лацкан, который встречается на большинстве пиджаков. Прямой лацкан – это просто, это классика, которая должна быть. Как я уже сказал, они встречаются на большинстве пиджаков. Далее второй – это шалевый или сплошной лацкан. Их можно увидеть на людях на больших мероприятиях и деловых вечерах. Это очень стильный образ, но совсем не подойдет для повседневной носки. Затем третий – заостренный лацкан. Такой можно встретить на двубортном пиджаке или на дорогостоящем однобортном. Этот вид лацканов более формальный. Такие можно встретить на старых винтажных пиджаках. Они могут быть очень широкими особенно, те, которые были в моде в 70-х. Это очень красивые лацканы, но они слишком привлекают внимание. Кому-то это может не понравиться. Далее – карманы на пиджаке. Нагрудный карман в большинстве случаев располагается с левой стороны пиджака и предназначен для платка паше. Если у пиджака два нагрудных кармана, то тогда он больше похож на пиджак сафари, который подходит больше к повседневному стилю. Они бывают разные. Такой карман обычно вшит в пиджак. Но если вы видите сверху немного ткани, то это накладной карман, и такой карман подходит больше к повседневному стилю. Теперь рассмотрим карманы, которые расположены в нижней части пиджака. Их существует три вида. Как я уже упоминал ранее, самый простой из них – это накладной. А есть еще два других. Наиболее распространенным является карман с клапаном. Снаружи выглядит как обычный клапан, но карман пришит к внутренней стороне пиджака. Также встречаются пиджаки с прорезными карманами, то есть без клапанов. Классический прорезной карман, только клапан находится внутри кармана. Прорезные карманы часто можно встретить на классических черных пиджаках. Переходим к другой части пиджака и обсудим, какие бывают шлицы на пиджаке. Часто можно встретить отсутствие шлица на пиджаке, но есть и пиджаки, на которых он есть. С одним разрезом, они не особо дорогие и не особо мне нравятся. Есть также с двойным разрезом. Такой будет дороже, и он более удобен, если вы засунете руки в карманы, чего я вам не рекомендую делать. Но все равно мы с вами это делаем. С таким пиджаком ваша задняя часть будет закрыта. И да, если вам понравилось данное видео, сделайте одолжение и нажмите кнопку «Мне нравится». Я очень ценю, когда вы делаете это. А если вы хотите узнать больше, внизу, в описании данного видео, я оставлю ссылку на свою статью на сайте RealmanRealStyle, в которой есть полезная информация про плечевые накладки. Я не смогу рассказать об этом в данном видео, но если вам интересен неаполитанский силуэт пиджака, или пиджак, где плечо с сакатом, если вы хотите углубиться в подробности, ссылку на нее я оставлю в описании. Теперь речь пойдет о брюках, но тут не так много вариантов, как это было с пиджаками. Во-первых, решите для себя, вы хотите брюки с манжетами или без. Это нижняя часть брюк. Если вы высокого роста, то, мне кажется, вам больше подойдет вариант с манжетами. Если вы ниже 175, я бы посоветовал вам брюки без манжет, но если они вам сильно нравятся, то можно и с ними. Если вы их обрезали, обратите внимание на то, хорошо ли они на вас сидят. Когда речь идет о стрелках на брюках, то это повод для обсуждения. Я даже видел, как люди спорили из-за этого. Мне нравятся брюки со стрелками. Но если вы большой комплекции, и если вы собираетесь носить подтяжки с брюками, тогда определенно вам нужны стрелки на брюках, потому что они придают немного шарма, особенно брюкам с завышенной талией. Итак, мы уже достаточно много с вами обсудили. Когда речь идет о пирамиде стиле, о посадке, то вы справились. Вы смогли подобрать костюм, который сидит на вас. Если говорить о функции, то это действительно то, что вам нравится, он соответствует вашим требованиям. Так что я считаю, что вы справились с задачей. Когда мы говорим о ткани, из какого материала сделан костюм, то вы легко можете разобраться и в этом. Но чтобы правильно одеться, как взрослый мужчина, не забывайте, что речь идет и о других деталях. Поэтому, когда речь идет о рубашке, вы должны быть уверены, что у вас есть рубашка, которая будет сочетаться с вашим костюмом. Самым простым и универсальным выбором будет белая рубашка, светло-голубая рубашка. Еще мне нравятся рубашки постельных цветов. Будь то розовый, лавандовый, мятный, все зависит от цвета, от вашей цветовой гаммы. Но это еще не все. Когда вы надеваете темные рубашки, они перестают быть рубашками, и они становятся обычной повседневной вещью. Рубашки по самому определению должны быть светлого цвета. Тем не менее, вы можете поэкспериментировать. Если вам хочется чего-то более яркого или с узором, например, в полоску, то, пожалуйста, пробуйте и сочетайте. А поскольку вы обычно надеваете поверх рубашки пиджак, вы можете даже выбрать что-то более смелое, что-то в ярком цвете. И это может вам понравиться и вписаться в ваш образ. И, конечно, когда речь заходит о том, как вещь сидит, как и в случае с костюмом, то тут нужно тоже постараться. Вы не можете увеличить рубашку, как могли это сделать с пиджаком. Но вы можете приталить ее. Когда вы надеваете рубашку, убедитесь, что она удобно сидит в области шеи. Если она не подходит вам в области шеи, нужно заменить ее на другую рубашку. Подогнать под себя воротник очень сложно. Но если вы все-таки решили ушить рубашку и смогли подогнать под себя воротник, то не забудьте про плечи, а также про длину рукавов. Это не так легко, иногда даже приходится распорывать манжету. Но легче всего просто убрать лишнюю ткань в области груди и талии. По-другому это называется сделать выточки на рубашке. Очень простое решение, которое может сделать практически любой. Я рекомендую вам иметь несколько рубашек, которые вы можете носить с разными костюмами. Это и есть взаимозаменяемый гардероб. Если вы собираетесь приобрести костюм, убедитесь, что вы подобрали три рубашки, которые с ним сочетаются, или у вас в гардеробе уже есть три рубашки, которые будут с ним сочетаться. Вы можете купить одинаковые рубашки, например, белые. В этом нет ничего такого. Если вам нравятся белые рубашки в полоску, тогда возьмите их. Может быть, вам нужны рубашки с разным оттенком синего, потому что этот цвет больше вам подходит. Убедитесь в том, что этот цвет вам подходит, и создавайте новые образы. Что насчет галстуков? Галстук уже не в моде? Я так не думаю. Мода постоянно меняется, но она циклична, и я думаю, что в ближайшие 30-40 лет галстуки снова будут в моде. Но сейчас, да, их носят не очень часто. Но когда вам понадобится галстук, у вас он точно должен быть в гардеробе. Поэтому имейте в своей коллекции хотя бы два галстука, даже если вы со всеми их не носите или носите не очень часто. Я обычно выбираю один галстук, который по цвету будет очень близок к моему костюму, а другой галстук, который будет более яркого цвета, может быть бордовый, красный, что-то, что бросается в глаза. Теперь о галстуке темного цвета. Возможно, он будет синим, возможно, серым или черным. Для чего нужен приглушенный цвет у галстука? Иногда вам нужен однотонный образ, что-то приглушенное, не бросающееся в глаза. Когда вы не хотите привлекать к себе внимание, тогда вам лучше подобрать однотонный образ. Если у вас темно-синий галстук, темно-синий костюм и белая рубашка, то это беспроигрышное сочетание. Да, он не будет привлекать внимание, но иногда это и не требуется. Что я могу сказать по поводу сочетания свитера со спортивными пиджаками или с костюмами? Вот это как раз тот случай, господа, когда можно экспериментировать. Как многие могли заметить, у меня солидная коллекция свитеров, которую я часто ношу в текущее время года, потому что такие образы подходят для меня. Мне нравятся эти вещи, это то, что я могу носить годами. Господа, нужно искать то, что вам подходит, что вам по душе. Мне нравится, что водолазка смотрится с пиджаком. У меня есть такая водолазка в рубчик. Есть и обычные водолазки. Вы можете надеть водолазку без горла, а под низ надеть еще и рубашку. Возможно, вам больше подойдет водолазка с круглым вырезом. Выбирайте то, что больше всего вам подходит. Если у вас жаркий климат, но вам все равно нужно одеться стильно, то можно надеть поло. Это универсальный вариант. Если нужен более повседневный вариант, можно надеть футболку Хенли со спортивным пиджаком. И насчет аксессуаров, не забудьте про платок Паше. Я советую вам белый платок Паше и президентский сгиб, чтобы не сильно бросалось в глаза. Вы можете видеть, что у меня белый платок с небольшой синей строчкой. Это то, что притягивает взгляд и внимание. Это также подчеркивает ваш стиль, даже если вы не надели галстук, а просто в рубашке с расстегнутой пуговицей. Это выглядит так, будто вы решили, что не будете надевать галстук, но все равно при этом остаетесь стильным. И теперь последнее, что нужно обсудить. Обувь. В зависимости от того, насколько вы выглядите официально в костюме, у вас есть несколько вариантов обуви. Я знаю, что многие скажут, что если вы в костюме, то на вас обязательно должны быть оксфорды. Я с этим наполовину согласен, но бывают ситуации, когда вы надеваете костюм, едете на работу, потом едете обратно и проходите несколько километров пешком. В этом случае я бы рекомендовал носить кроссовки с костюмом на работу. Может быть, у вас на работе есть шкафчик, и когда вы приезжаете туда, там стоят ваши оксфорды, тогда это другой разговор. С другой стороны, если вы живете в Южной Калифорнии, и погода всегда хорошая, вы едете на работу, потом обратно, проводя несколько часов в пробках, то тогда вам подойдут макосины или лоферы, потому что их можно легко надеть и снять, когда вы находитесь в машине. Их также можно носить на работу, они будут хорошо смотреться с костюмом. Но что, если вы едете в общественном транспорте в Чикаго зимой, идет дождь, идет снег, повсюду лужи и слякоть? Тогда я думаю, что такие ботинки вполне приемлемы. Да, возможно, они будут смотреться немного нелепо, если вы одеты не в костюм. Но, как я уже говорил, возможно, у вас в офисе есть шкафчик, и вы можете переобуться в какие-нибудь макосины или что-то в этом роде. И я хотел бы вам задать вопрос, господа, что вы думаете об этих темно-коричневых эндерби? Я недавно приобрел их и сначала подумал, что они немного тяжелые, громоздкие, и это не совсем то, что я обычно ношу. Но потом мне сказали, что они идеально подойдут к климату моего региона. Когда вы ездите на работу и обратно, вам нужно что-то, что можно носить с повседневным костюмом, что-то, что сочетается с таким образом. При этом у них очень толстая подошва, вибрам, и очень удобная, когда вы идете по снегу или льду. Ваша обувь цепляется к поверхности и не скользит. В них очень тепло. В них не страшны ни слякоть, ни лужи. Чем больше я их рассматривал и носил в магазине, тем удобнее они мне казались. Они мне понравились, и я оставил их себе. Допишите, что вы думаете о них. И, господа, какое видео я рекомендую посмотреть следующим? Посмотрите это. В нем мне шили костюм на заказ. Во время процесса создания костюма я много где побывал. Думаю, что вы узнаете много нового о том, как изготавливается костюм на заказ. Всем рекомендую.